Селеканал Улправда ТВ представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Студенты из Мали танцевали, губернатор жарил блины и учил детей стрелять, как отметили Масленицу в Ульяновской области. За родину реконструкторы со всего Поволжья устроили под Ульяновском бой с немцами. 100 миллиардов в бюджете и еще больше инвестиций, что нужно Ульяновской области для развития. Биатлонисты-ветераны соревновались на прошлогоднем снеге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Съемочная группа посетила две колоритные локации. Начали с парка Прибрежного. В недавно обновленном месте отдыха собрались жители Заволжи. С ними разделил радость губернатор Сергей Морозов. Глава региона активно включился в процесс. Нажарил урумяных блинов и научил маленьких ульяновцев стрелять из огнестрельного оружия. Затем он поздравил всех с началом весны и порадовал хорошими новостями. Наверное, каждый из вас может подтвердить, что буквально на наших глазах появился этот замечательный парк. Ну и, я бы еще, нам сюда предстоит много направить 12-х средств. Наверное, вам понравилась вот такая замечательная крыша. Будет, наверное, правильно, если мы вместе с главой города, вместе с Павловичем, директору вот такое вот рукопожатие символически сейчас сделаем. И скажем, что мы выделим деньги, чтобы из центра была вот такая красивая. С праздником, здоровья, счастья, просветания! Из Нового города мы отправились в центр. Сотни людей собрались на Соборной площади, чтобы проводить надоевшую зиму. Участникам торжества не было времени заскучать. Малыши катались на каруселях и ватрушках. Взрослые перетягивали канаты и колотили друг друга мешками с соломой. Особо активные проверяли свою меткость с помощью мячика и деревянной мишени. В это время повара кудесницы жарили блины в режиме нон-стоп. Угощали всех желающих бесплатно. Кулинар Вера Кудряшова знает, что необходимо для создания идеального символа солнца. Что нужно делать, чтобы испечь идеальные, румяные, вкусные блины? Что нужно делать? Ну что нужно делать? С душой нужно выпивать. Душа нужна, да. Насыщенная программа понравилась горожанам. И взрослые, и дети стремились попробовать все игры и аттракционы. Что важно, многие из них оказались не только увлекательными, но и бюджетными. Мне понравилось, что очень много бесплатных каких-то есть мероприятий, которые ребенок может попробовать. Очень легкие, но вместе с тем интересные. И на ходулях мы походили, и мячик покидали, и около Масленицы сфотографировались. И на лошадки прокатывали. Мне понравилось то, что сегодня вот так весело, хорошо, да, и тепло. Потому что сегодня первый день весны. То, что будут сжигать чучело. Веселые забавы понравились и иностранным гостям. Студенты из Мали признались, наш праздник их очень впечатлил. Танцевать, они рассказывают о народе, какие есть традиции здесь в Ленинске. Все погуляют, погуляют, нам очень нравится. Весело не только в крупных парках и на площадях. Масленичная неделя прокатилась по районам города и области. Всего состоялось более четырех сотен мероприятий. Программа стартовала 23 февраля в селе Уриано-Карлинское. Финалом недельных гуляний стал фестиваль «Широкая масленица». По традиции, его провели в блинной столице, городе Сингелея. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Улл. Правда. ТВ. В Ульяновской области прошел юбилейный всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг». Мероприятие посвятили нашему земляку, герою Советского Союза Александру Матросову. Самым интересным оказалась реконструкция боя 1941 года. Репортаж с места событий. Подвиг их бессмертен. 75 лет назад тысячи наших земляков защищали родину ценой своей жизни. Одним из них был Саша Матросов, 19-летний воспитанник Ивановского детского дома. В 1943 году в боях под Псковом юноша закрыл собой вражескую амбразуру. Он не дожил до Великой Победы. Однако его подвиг помнят и чтят. В его честь в Ивановке прошла военно-историческая игра реконструкция. На реконструкцию второй раз. И вот когда, ну, говорю, реконструкция, реконструкция, ну, что такое реконструкция, говорю, побегают там. А вот когда я втянулся уже, сам втянулся, и мне вот хочется это все узнать, как это было. Действительно. Это вообще, это замечательные такие мероприятия. Реконструкторы решили воссоздать зиму 1941 года. А именно рейд кавалеристов генерал-майора Льва Даватора по тылам 9-го корпуса немецких войск. Напомним, в декабре 1941-го, после начала советского контрнаступления под Москвой, корпус Даватора наступал на Звенигород и Рузу. Роль героя Советского Союза выпала честь исполнить Владимиру Лукьянову, лидеру клуба боевые искусства кавалерии. Кстати, это первое выступление ульяновской кавалерии. Мы в этом году подготовили обширную программу выступления и по джигитовке, и выступления боевых искусств кавалерии, то есть представлять как бы гражданам. То есть у нас там очень много всяких элементов и джигитовки, и также кавалерийских приемов, которые мы можем показать зрителям. Поучаствовать в реконструкции приехали не только из Ульяновска, но и из Димитровграда, Мордовии, Казани, Кирова, Самары. Всего 37 военно-исторических клубов со всего Поволжья. Роль каждого своя имеется. Кто-то враг, кто-то, наоборот, наш друг. Есть такая система. То есть мы можем приехать сегодня и врагом, а завтра можем приехать именно защитником Отечества. Все зависит от того, какое количество людей, и по заявкам, по мероприятию, кто когда что прибыл. Атмосферу того времени воссоздали до мельчайших подробностей. Военное обмудирование советских и немецких войск, лошади, пулеметы и даже танк Т-34, за управлением которого, кстати, прекрасная девушка Екатерина. Когда участвуешь, такое чувство, что ты погружаешься в эту атмосферу, и все это происходит, чувствуешь изнутри. Ну, зрителям, конечно, тоже это очень интересно. А вот побыть здесь, это, конечно, многого стоит. Орех мотоциклов и танков, крики и стрельба в эти выходные вовсе не напугали гостей фестиваля. Зрители с интересом наблюдали за происходящим на поле. Солдат Красной Армии поддерживали в едином порыве криками «Ура!». Впечатление положительное, первый раз приехали, очень все нравится. По подсчетам организаторов, фестиваль посетило 4 тысячи человек. Многие приехали с семьями. Интересно было не только взрослым, но и детям. Ребята попробовали солдатскую кашу, подержали в руках оружие советского времени, смогли посидеть за рулем бронеавтомобилей. Анна Тищенко, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Фестиваль «Бессмертный подвиг» стал одним из проектов, которые представили ульяновцы на окружной сессии «Патриот». Мероприятие прошло в рамках Ассоциации городов Поволжья. Гости из ПФО поделились опытом своих регионов по части реализации проектов патриотического воспитания. В числе ульяновских проектов – исследовательские работы студентов о преподавателях-участниках войны, работы воспитанников Дворца творчества детей и молодежи о девяти пехотных дивизиях, которые были набраны в нашем регионе. Мы вместе с образовательными организациями, с общественно-государственными организациями, с государственными организациями, мы можем сделать многое и можем сделать важное для того, чтобы подрастающие поколения не просто помнили, не просто ценили те вещи, которые сделаны нашими уважаемыми ветеранами. Основная задача проекта – создание и внедрение обучающей модели развития патриотического воспитания детей и молодежи. В Ульяновской области озвучили первый приговор в отношении депутатов органов местного самоуправления, которые задолжали в общей сложности около 5 миллионов рублей. Пожалуй, самую большую сумму – 915 тысяч – суд обязал вернуть избиркому Меликесского района депутата от КПРФ Димитровграде Александра Ерышева. В Димитровградском городском суде в пятницу 28 февраля была поставлена точка в судебных разбирательствах по итогам избирательной кампании 2018 года. Напомним, нынешний спикер Гордума Александр Ерышев был избран депутатом по спискам КПРФ. Параллельно он баллотировался в советы Лебежинского, Новомаинского и Новоселкинского поселений. Там Ерышев тоже одержал победу, но от мандатов сельских парламентов отказался. Тогда в процессе предвыборной гонки, а затем и в пылу победной эйфории мало кто обратил внимание на сей факт. Ведь в народе принято считать, что победителей не судят. Да и партийный босс ульяновских коммунистов – депутат Госдумы Алексей Куриной и депутат ЗАГС Собрания Айрат Гибадинов вряд ли напомнили младшим коллегам по партии про такую мелочь в законе. Подумаешь, каких-то 5 миллионов рублей из карманов рядовых коммунистов и обман надежд избирателей. Тем не менее, только ТИК Меликесского района был вынужден провести повторные выборы в трех муниципальных образованиях, затратив при этом 915 тысяч бюджетных рублей. Именно эти средства через суд и пытались вернуть в казну, поскольку в добровольном порядке Ерышев делать это отказался. Никита Меликесского района Выбород депутат Советом депутата Муниципального образования Ливижеевского сельского поселения Мелькесского района Гр Circle области, Четвертый созыв по Ливижеевскому 10-мандату на Ивkutsовскуюrawons из 333 тысяч 500 рублей. Мелькесского района ГрThereинаска 4-го из 4-мандату на Ивkutsовскую метike досвanz Hatuz 90-мандату на Зорhurовьките 382 тысячи 400 рублей. Решение суда Александр Ерышев слушал с улыбкой на лице. Вряд ли в этот момент он вспомнил, что на эти деньги в одном из поселений можно было провести свет или газ, сделать небольшой ремонт дома культуры или детского сада. А ведь деньги на повторные выборы тратились из бюджета этих и без того небогатых поселений. Зато после оглашения результивной части, как обычно, Ерышев обвинил во всем политических противников, забыв при этом, видимо, что за каждой его победой стоят конкретные люди, которым КПРФ обещала светлое коммунистическое будущее. Это цирк, который устроен данным продажным судом, который Морозов затеял для того, чтобы рассчитаться со мной. Заметьте, ни слова Ерышев не сказал о том, что сожалеет, что обманул доверие своих избирателей, которые поверили, что он будет защищать их интересы в тех самых трех поселениях. Ни слова о том, что из-за него пришлось потратить почти миллион бюджетных рублей на повторные выборы. Вот такая она нынче – власть коммунистическая с налетом капитализма. Наталья Васильева, Кимран Кичемайкин, Анжелика Боровинок. Для Управда ТВ из Димитровграда. Цель – увеличить бюджет области до 100 миллиардов и еще больше нарастить инвестиции. На Ульяновском аэрокомпозите обсудили план действий по стимулированию экономического роста региона на ближайшие два года. Заседания начали с приятного. Так, в правительстве Российской Федерации назвали Ульяновский регион одним из самых быстро растущих субъектов страны. Губернатор отметил, что это вовсе не повод для расслабления. Стоит знать и хорошо понимать, куда мы движемся на пути выполнения стратегического плана. Это и повышение уровня доходов граждан, улучшение структуры и качества экономики, так нужны для создания рабочих мест с достойной оплатой труда. Мы гордимся, что создаем 22-25 тысяч новых рабочих мест ежегодно, но, к великому сожалению, с заработной платой, которая превышает среднюю по региону, создаем всего лишь 5-7 тысяч. Еще одна стратегически важная задача – существенно увеличить объем инвестиций. Еще раз напомню, у нас есть ключевой показатель, на который мы должны будем выйти. Для роста региональной экономики разработан специальный план по ее стимулированию. И в отличие от федерального центра, где такой план представлен тезисно, Ульяновская область подошла к вопросу комплексно. Программа поможет объединить все действия и усилия исполнителя власти, проанализировать потребность бизнес-сообщества, определить точки роста и уязвимые места. Этот план на сегодняшний день, который базирует уже в головном муниципальном образовании, и в ближайшее время мы с муниципальным образованием, по типовому формату, запросим и разработали уже и кандидатный стойный план развития. План содержит несколько разделов. Среди них стимулирование роста объема инвестиций, формирование благоприятного делового климата, инфраструктурное и ускоренное технологическое развитие области, повышение качества трудовых ресурсов, снижение уровня бедности. Рината Люлова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Недетские вопросы глазами молодежи. В регионе завершил работу съезд детской общественной палаты. Структура является консультативным органом по взаимодействию власти и школьников. Функция детской палаты – рассмотрение проблем, касающихся школьников в тех районах, где они живут. О чем говорили на съезде в нашем материале. В Ульяновской области проходит второй съезд детской общественной палаты. Этому органу всего три года, однако за это время палате удалось провести много акций и стать неотъемлемой составляющей детской общественной жизни региона. Структура объединяет в своем составе молодых людей из всех муниципальных образований области, стремящихся внести вклад в развитие региона. У ребят всегда есть свежие идеи. Детская общественная палата занимается абсолютно разными направлениями. Гражданское направление, просветительское, спортивное, абсолютно всеми, которые есть вообще. Но особо хотелось отметить нашу акцию «Я остаюсь», которая предотвращает отток молодежи из региона. Кроме обсуждения и презентации новых идей, в планах палаты подписание соглашения о сотрудничестве с Серебряным правительством. По уверению детей, это необходимо обоим общественным институтам для налаживания прямого диалога. Губернатор поприветствовал участников съезда. В приветственном слове он не смог обойти трагическую ситуацию в 81-й школе. Я только что сейчас встречался с учителем, имел обстоятельный разговор. Надеюсь, что мы вместе с ней и с ее коллегами, с классными руководителями, очень серьезно подумаем о том, какие уроки извлечь из этого традиционного случая. Я бы очень хотел, чтобы такие ситуации никогда не случались. Сергей Иванович призвал юных общественников включиться в дело поддержания безопасности, в процесс воспитания сверстников, в работу, которая позволит переключить сознание молодежи на созидание. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улл Правды ТВ. В Ульяновской области стартовал 58-й международный музыкальный фестиваль «Мир эпох и имена». Вплоть до 22 апреля наш регион станет местом встречи музыкантов из разных регионов России и зарубежных стран. Музыкальный форум открыл специальный гость фестиваля – ансамбль песней и танца «Байкал» из Бурятии. За более чем полувековую историю международный фестиваль «Мир эпох и имена» превратился в настоящий форум музыкального искусства. Он включает множество мероприятий, интересных и доступных профессиональному сообществу и поклонникам музыки. Впервые в этом году фестиваль открылся одновременно на семи концертных площадках региона – в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилее, районных поселках Старая Майна и Николаевка, Радищевском и Ульяновском районах. Ансамбль «Академик-бэнд» сегодня представлял джаз Брадищева. Ульяновский симфонический государственный ансамбль был в Старой Майне. Ансамбль «Академик-квартет» – наш струнный ансамбль представителей и артистов симфонического оркестра. Мы сегодня были в детском доме в Ивановке. Народный оркестр встречал районный поселок Николаевка. Центральной площадкой фестиваля по традиции стал Ленинский мемориал. В Большом зале Бурятский государственный национальный театр «Песни и танцы Байкал» представил шоу-программу «Блеск Азии». Сегодня мы сможем провести такое путешествие по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Это будет и Китай, и Тайвань, и Таиланд, и Япония, и Монголия. Чуть-чуть захватим Байкал, частичку Байкала, Бурятии. Вы увидите и все костюмы, и все танцы. Это, конечно же, исконно танцы тех регионов, которые мы показываем танцы. Бурятский национальный театр «Песни и танцы Байкал» был создан в Улан-Удэ в 1942 году. Изначально это был ансамбль «Филармония», а в 2005 году он преобразовался в театр. В его состав входит Национальный оркестр Республики Бурятия, балетная труппа и солисты-вокалисты. Гостей фестиваля и зрителей поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Лучшие коллективы, лучшие солисты. Не только из Советского Союза в свое время, не только из Российской Федерации в свое время, а сегодня уже со всех континентов нашего мира здесь перед вами выступают. Фестиваль будет идти почти полтора месяца. Важную роль в нем сыграет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский. В течение фестиваля симфонический оркестр даст 8 концертов, причем программа совершенно разнообразная. На большой сцене мы начинаем ровно, практически ровно через неделю, 7 марта, мы представляем оперу «Тоска» в концертном исполнении. В концепцию фестиваля заложены важные юбилейные исторические даты. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова Ленина и 50 лет со дня открытия Ленинского мемориала. Они нашли отражение в крупных международных выставочных проектах. Самым центральным событием для музея, конечно, станет научная конференция. Конференция состоится ближе к концу фестиваля, это 21 апреля. Посещение конференции будет открытым. Мы ждем действительно очень много гостей на конференцию. Это и наши коллеги из других ленинских музеев, и ученые из зарубежных стран. ОФ-программу фестиваля составят образовательные и просветительские проекты для преподавателей и учащихся музыкальных и общеобразовательных школ, творческие мастерские исполнительного искусства и музейных профессий. С 24 марта по 5 апреля в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества состоятся концерты для детской аудитории. Ульянск в очередной раз принял ветеранское первенство страны по биатлону. Около 60 спортсменов разыграли награды в трех дисциплинах – индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете. Дополнительный колорит соревнованиям придала оттепель, которая едва не испортила биатлонную трассу. Слово Михаилу Рассашанскому. Около нуля градусов и огромные лужи в районе финишного створа и педестала почета. Девятый чемпионат России по биатлону среди ветеранов прошел в Ульяновске в экстремально теплых погодных условиях. Организаторам, дабы не отменить соревнования, пришлось серьезно постараться. В первую очередь, то, что мы в ноябре уже насыпали очень много снега, около 100 камазов, можно сказать, в объеме. Поэтому, если бы этого снега не было в ноябре, если бы не сделали искусственный снег, тогда мы бы сейчас уже не смогли провести эти соревнования. Усилия работников биатлонного комплекса «Заря-Улгу» не пропали даром. Трехкилометровая трасса и стрельбище были полностью готовы, чтобы принять около 60 спортсменов из нескольких регионов России. И, несмотря на очередные капризы погоды, организация первенства получила высокую оценку у строгого начальства отечественного биатлона. Конечно, достойно, потому что снега достаточно. Видно, что приложено очень много усилий для того, чтобы провести все с погодными условиями. Поэтому, я думаю, и участники, и никто, все довольны. Индивидуальная гонка, мастарт и на десерт эстафета. В заключительный день соревнований даже погода подарила участникам сюрприз в виде небольшого мороза и яркого солнца. На родной трассе главный фаорит в борьбе за золото – сборная Ульяновска. Однако на первых двух этапах Сергей Бурмистров и Сергей Колесников выступили конкурентам почти полторы минуты. Для неоднократного победителя соревнований Вадима Трифилова, который бежал третий, заключительный этап – отставание некритичное. Все может быть абсолютно до последнего этапа, а там все перевернут с ног на голову. Пока у них запас хороший, но нервы, нервы, нервы. Посмотрим. Не мне убегать, а им. По дистанции Трифилов бежал довольно быстро, но отстрелял гораздо хуже соперников. Особенно не получилось в стрельбе из положения лежа – три штрафных круга. После такого конфуза достойной погони не получилось. В итоге сборная Москвы первая, ульяновцы вторые. Второе место нас в этом году не так радует, как, наверное, другую любую команду, которая была бы на нашем месте. Мы рассчитывали, конечно, на первое место. Но всякое бывает, еще раз говорю, спорт есть спорт. По итогам этих соревнований сформирована сборная России, которая в конце марта в финском Контиаллахте примет участие в ветеранском первенстве мира. В команду попали пятеро ульяновцев во главе с Трифиловым, который в Ульяновске, кроме серебра в эстафете, добавил два золота в индивидуальной гонке и в астарте. Михаил Рассашанский, Новости Улправда ТВ. 3 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха днем составит 2 градуса со знакомой плюс. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова